Развитие за счет экономии. В прошлом году правительству региона удалось провести хорошую работу в конкурсных процедурах. Тем самым в областной казне удалось сэкономить несколько миллиардов рублей. Об этом стало известно в ходе публичных слушаний по бюджету 2014 года. Порядка 3, чуть больше 3 миллиардов рублей это та экономия, которая образовалась. По тем решениям, которые принимались и на оперативных совещаниях, и на правительстве Нижегородской области, в основном все средства шли на исполнение указа президента, безусловно. Это для того, чтобы это было точно, как говорится, выполнено. Это действительно выполнено в 2014 году. Эффективная финансовая политика позволила увеличить доходы и сократить расходы в прошлом году. Но и сейчас прослеживается положительная динамика в экономии. С начала 2015-го уже 200 миллионов рублей, что называется плюсом. Большую роль в этом сыграло сокращение расходов на властные структуры, которые ввел глава региона. Ведь, чтобы в бюджете сохранялись деньги, надо умерить собственные аппетиты. Прежде всего, это затраты на содержание аппарата. Мы эту работу, как вы знаете, начали еще до формирования бюджета 2015-го года. Я первый это сделал. У меня было 7 заместителей. У каждого аппарат. Оставил 4 заместителя, хотел чуть ли не половину. Такую же задачу я сейчас поставил перед всеми остальными специалистами, государственными чиновниками, которые являются моими заместителями, министрами. В среднем фонд оплаты труда мы будем уменьшать приблизительно на 10%. При этом режим жесткой экономии не отразится на социальной направленности бюджета. Довольно смелые решения губернатора. Нижегородцы поддерживают. Ведь сэкономленные средства есть куда направить. Конечно, на социалку. Нужно строить больше садиков, муниципальное жилье, больницы. Вместе с этим дополнительное финансирование получат и приоритетные проекты в регионе. Тем более, что развитие инфраструктуры в области набирает обороты. С корректировкой, конечно же, на кризисные явления, но все же. Транспортные развязки очень необходимы в Нижегородской области. В частности, Южный обход, который мы ждем и не дождемся, когда уже наконец откроют. А вот наконец-то достраивают Борский мост. Это тоже очень необходимо, потому что постоянно пробки в том направлении. Он очень будет нужен Нижнему Новгороду. И, конечно же, метро, которое наконец-то привели в верхнюю часть. Но хотелось бы, чтобы все-таки уже побольше было станции метро в верхней части города. В этом году регион также рассчитывает привлечь больше федеральных денег. Кстати, в 2014 нам досталось более 40 миллиардов рублей. По программе софинансирования в Нижегородской области удалось направить приличные суммы на развитие здравоохранения, строительство муниципального жилья, поддержку детей, сирот и многодетных родителей, а также направить деньги в сельское хозяйство и на помощь Нижегородским промышленным предприятиям.